...чужака, да, вот как его представляют. И вот многие из этих странностей как раз легли в основу этой схемы. И выясняется, что это подтверждается и до сих пор. Ну, чаще, в первую очередь, значит, народная традиция, мы говорим сейчас о славянской народной традиции, отказывает чужакам в праве на нормальное рождение. То есть рождаются они не так, как все люди. Ну, в частности, вот рассказывали, что в Польше, что беременность евреек длится всего шесть месяцев, при том, что у польских крестьянок девять, а у шляхтянок двенадцать. То есть, видите, шляхты тоже чужие, на самом деле, поэтому они тоже аномальные. Поэтому еврейские семьи столь многодетны, евреев много, евреи плодятся как клопы. Констатирует польская пословица в заключении вот этого всего, значит, рассказа. И уж совсем, так сказать, нехорошо то, что евреи рождаются из прямой кишки. На самом деле, это такое средневековое общеевропейское представление, которое сразу ставит целый народ как бы на ступень... Ну, на ступень нечистых существ каких-то, потому что рождение и так, в общем-то, процесс не очень как бы связанный с какими-то там сакральными, да, и чистыми представлениями. А тут уж совсем. Вот. И это довольно устойчиво. На самом деле, это не только славяне, это в германских, так сказать, землях тоже довольно четко распространено. Вот это самое... Да, и в латинских источниках во многих этот мотив встречается. То есть он довольно древний. Вот. На самом деле, ну вот, с такого рода предрассудками мы уже на современном этапе не встречаемся. Как бы никто последние, так сказать, лет 20 такого не записал. Вот. Но, тем не менее, вот там есть, так сказать, другое, на чем подумать. И, в частности, другой признак – это то, что рождаются чужаки слепыми. А слепыми у нас кто рождаются? Естественно, котята, свинята, эти щенята, в общем, животные. Вот. И вот эти самые, значит, младенцы, иноэтнические, да, и иноконфессиональные, рождаются слепыми, прозревают только там кто на третий, кто на девятый день. Но это в зависимости уже от традиции. Вот. И, соответственно, значит, здесь тоже славяне четко рассказывают это про евреев, что, значит, вот евреи рождаются слепыми, поэтому один из аргументов, зачем евреям нужна христианская кровь, да, вот этот навет кровавый, в фольклорной традиции получает следующую интерпретацию, что кровь нужна для того, чтобы глазки этим младенцам помазать, они прозреют сразу. Но на самом деле это такой навет, который не только на евреев распространился, потому что, например, поляки столь же доброжелательно относятся к своим этническим соседям Мазурам, это вот такой субэтнос в Польше. И про них поляки, про Мазурам рассказывают то же самое. То же самое рассказывают, значит, гуцулы о гуральных, значит, ну, как бы практически, ну, же одни по одну сторону Карпат, живут другие по другую, они даже отчасти родственники, да, но тем не менее вот эта культурная граница, все, значит, гуцулы считают, что гурали рождаются такими слепыми, их поэтому, значит, в течение девяти дней надо под корытом держать, чтобы, значит, потом, когда это корыто откидывают, младенец, чтобы сразу свет не навредил ему его зрение. Так что это тоже, так сказать, вот такая странность на самом деле есть. А по поводу евреев слепых, это довольно забавно, это уже, как бы, отголосок этого представления о том, что, вот, и это, как бы, реплика, видимо, относящаяся к бытовой стороне, что вот евреи раньше, вот когда они в местечке жили, у них у всех часы были. Вот у нас ни у кого часов не было, а часы – предмет роскоши вообще, да. Вот евреи были часы. А почему часы-то были? А потому что же и солнце не видят. Он по солнцу, как нормальный человек, не может определить, который час. И поэтому у них все, они все носили при себе часы. А если часов не было, то они звали свою, значит, работницу-христианку и спрашивали, Маренька, а где солнце? Сколько часу? Ну, Маренька, значит, взглядывала в небо и тут же выдавала им с точностью до, так сказать, который час. То есть, вот, пожалуйста, такая довольно забавная трансформация вот этого. В основе этого, конечно, лежит представление о слепоте чужих. Ну, что, прокровушку после перерыва. Сейчас испорчивать по пяти. Сейчас уже, наверное, на материале, вот, эта мифологема сработала следующим образом. Значит, это не везде фиксируется то, что вот материалы, которые мы располагаем, это карпатский материал. Вообще карпатская традиция очень мифологическая по сравнению даже, может быть, с другими. Поэтому там много всякой архаики такого рода сохраняется. Так вот, значит, как бы априори, да, изначально существует тезис о том, что евреи стоят в родстве с нечистой силой. Вот, потому что, вот, есть такая карпатская легенда о том, что когда Моисей, значит, переводил евреев через Черное море, да, за ним гнались эти самые фараоновые люди, то вместе с этим, значит, с этим исходом через Черное море умудрился и черт перебраться еще в этой же кампании. Ну и, соответственно, вот он как-то вот все время там вот так вот и вместе с евреями и ходит по Европе, да, во всех их перемещениях. Вот, и, соответственно, иногда считается, что, ну черт вообще, персонаж любвеобильный. И вот в русском фольклоре мы знаем много таких быличек, да, о том, как иногда вот связи с нечистой силой у женщины может родиться потомство. Правда, ну это какие-то вот такие вот странные существа, вот, которые, от которых надо возможности избавляться. И вот Александр Валерьевич по этому поводу писал даже книги про демнологию древнерусскую. Это сюжет, в общем-то, хорошо укорененный и в древнерусской книжности. Так вот, значит, поскольку они родственники, то крошка у них должна быть одинаковая, а именно, вовсе не красная, как у людей, а черная и густая, подобная смоле. И чтобы в качестве доказательства, вот тут же, так сказать, приводится местная быличка, что однажды гром ударил в еврея, и тот растекся смолой, совсем как черт. То есть, пожалуйста, как бы вот своими глазами видел, да, вот шел, так сказать, еврей по улице, ударил в него гром, и черная кровь, значит, ага, как у черта, все подтверждается. Вот вам способ верификации информации. Ну, помимо этого, еще есть представление о том, что, значит, такие не совсем человеческие черты у евреев, как острые зубы и острый слух, поэтому они так все хорошо слышат, всегда в курсе всех дел. Вот, но и отсюда недалеко, конечно, до такой черты, как людоедство. И вот это приписывание людоедских наклонностей этническим соседям тоже вещь достаточно стереотипная. И чаще всего фигурируют эти самые людоеды-чужаки в таких жанрах фольклора, где они выступают в роли воинственных противников, завоевателей или, так сказать, аборигенов края. Ну вот, коль скоро мне посчастливилось быть в Петрозаводске, то я обращусь к местной традиции и напомню, что северно-русские рассказы о чуде как раз вот тоже свидетельствуют о том, что чуть, этот самый мифический народ, они были не чужды таким фольклористским наклонностям, что чуть приходило, там людей поедало, а имущество грабило. Значит, такой крик души местного славянского населения раздался. Так вот, а если мы возьмем регион, где славяне и евреи соседствовали, где евреи были не менее мифологическим народом, чем чуть, то здесь мы как раз и получаем то, что, например, македонцы считали, что евреи в субботу ничего не делают, но единственное, что они делают, что им можно, это они поедают людей. Вот такой вот тоже навет, довольно жесткий, надо сказать. Так что, как мы видим, реальным, так сказать, вот этим самым этносом приписываются черты далекие от какой бы то ни было реальности, и вот в фольклоре начинают появляться всякие одноглазые, одноногие, значит, людоеды, страшные чудовища, которым приписываются имена реальных этносов. Это могут быть и латынине, турки, татары, евреи, в зависимости от региона, где, значит, вот происходили какие-то такие конфликтные столкновения. Ну, из русской традиции это уже упомянутая чуть, Литва на русском северо-западе, если мы по южней возьмем, то там будут мамай и татары. В общем, вся практически геополитическая карта представлена, оказывается, в этих фольклорных представлениях. Опять же, значит, какая еще черта отличает чужака? Да, это нижние конечности. Вот как, значит, известно, что черт, он может принимать самые различные облики, может прикинуться там и животным, и родственникам твоим, и копной сено, и клубочкам, и кем угодно. Единственное, что он, если он принимает вид человека, единственное, что он не может изменить, это вид своих нижних этих самых ног. Поэтому надо все время смотреть, если кто-то подозрительный к вам приближается, вот надо посмотреть, что у него на ногах. Может, там на одной ноге конское копыто, а на другой курячья лапа. Поэтому надо быть осторожным. Так вот, считается, что чужаки тоже, значит, могут замаскироваться очень хорошо, его сразу не узнаешь, но с ногами у них не все в порядке. И вот в связи с этим любопытное свидетельство можно найти в болгарском фольклоре о евреях. Причем, значит, мотивируется это вполне, так сказать, таким авторитетным библейским сюжетом. Обращение идет к народной Библии здесь. Значит, есть такое представление в северо-западной Болгарии, что у евреев ноги ступни, вот ступни ног, как бы исколотые иглами, там такие вот следы у них на ступнях. Всегда можно, значит, посмотреть, какая у него ножка, и сразу узнаешь, еврей или нет. И якобы эти знаки остались с тех времен, когда цыганский царь-фараон наказал евреев за то, что они плохо работали во время египетского плена. Он их послал в поле работать, они в поле работать не умели или не хотели, отлынивали. И тогда он в качестве наказания заставил их босиком ходить по стерне. И они ноги накололи. И с тех пор, значит, как бы вот эти знаки остались и передаются через поколение. Это как бы черта, как я уже сказала, мотивирована библейским контекстом. А вот вполне, так сказать, другая мотивация, которая относится уже к области быта. Это уже из Польши. У евреев ноги кривые и колено полусогнутые, наверное, от сидячего образа жизни. Ну, понятно, чем занимались евреи в местечках. Они были, так сказать, ремесленниками, профессионалами, сапожниками, партными. То есть действительно, как бы сидел в своей мастерской и работал свою работу. Вот, наверное, от этого у них у всех, значит, вот такие оказались физические изъяны. Хвост, уже упоминавшийся нами неоднократно, тоже является такой вот приметой, по которой можно опознать чужого среди своих. И здесь, как бы, хвостатыми не только евреи оказываются. Например, вот жители Подлясья считают, что их соседи Курпы, тоже такая загадочная этническая группа, вот они с хвостиками рождаются. У сербов и у черногорцев бытует представление о хвостатых турках, что турки с хвостами, и даже их пророк Мухаммед, значит, он напоминает такого, на самом деле, мохнатую собаку с длинным хвостом. Это еще, так сказать, один из принципов народной культуры, когда сакральные персонажи чужой традиции понижаются намеренно, значит, даются им обидные всякие характеристики, чтобы показать, что они неправедные, неправедные, греховные. Вообще, чужой бог – это совершенно иное существо, чем совсем вовсе даже не сакральное. На самом деле, я долго пыталась найти что-нибудь такое о хвостатых инородцах, иноверцах восточнославянской традиции, пока этого не удалось, кроме единственного свидетельства, который содержится в романе Николая Лескова «Соборяне». Вообще, Лесков довольно был чуток вот к такого рода проявлениям народных всяких представлений, да, и вот с точки зрения этнографической его читать очень интересно. И вот в этом самом романе есть такой эпизод, когда там есть такой учитель Варнава, он такой, ну, типа базар, такой естественный испытатель, и он все время там какие-то опыты у себя на дому делает, и в частности, значит, он нашел труп утопленника, такой невостребованный, притащил его домой, чтобы делать над ним опыты, вот, антомировать его. А мать этого самого учителя Варнава, набожная женщина, увидела это безобразие и воспротивилась и говорит, давай, его нужно похоронить по-христиански, потому что, ну, что это такое, и записать упоминания. Но учителю жалко отдавать ей свое наглядное пособие, и он говорит, не молитесь вы, пожалуйста, маменька, за него, он из жидов. Ну, понятно, что нельзя за иноверца упоминания делать. Не верит, лжош, говорит, это тебя бес научает меня обманывать, я знаю, что жиды с хвостиками. Никогда, говорю, ни у каких жидов, ни у нежидов, никаких хвостиков нет. Естественно, испытатель стоит за научную правду. Ну и спор, я как следует стою за евреев, а она против, я спорю, нет хвостов, а она твердит, есть. То есть, видимо, вот, как бы, я склоняюсь к тому, что Лесков это не придумал, все-таки, с его таким трепетным отношением к народным фольклорным источникам. Скорее всего, вот такое представление бытовало, просто нам его не удалось зафиксировать, и, может быть, оно совсем ушло, а может быть, кому-то из собирателей повезет, и еще вот что-нибудь такое можно будет записать. Ну и этот самый хвост, он, на самом деле, тоже, оказывается, восходит к вполне библейским временам, потому что представление о том, что вот у чужих могут быть хвосты, вполне возможно, имеет, может содержать такой вот, может иметь такой инокультурный книжно-устный источник. Есть такая еврейская легенда о том, что Бог сотворил Еву не из ребра, как об этом, значит, официальная версия библейская гласит, а из хвоста, который сначала был у Адама, потому что Бог сначала всех существ живых с хвостом сотворил, а потом решил, что, ну, Адам же должен чем-то отличаться от зверей, хвост у него убрал. И, чтобы добро не пропадало, он из этого хвоста сотворил женщину. Ну и вот, на самом деле, это довольно редкий сюжет, он в славянской традиции пока в единственной версии оказался зафиксированным. Это западно-белорусская легенда, которая говорит о том, что Ева была сотворена из Адамова хвоста. Что сначала Адам был с хвостом, а потом хвост Бог отрезал, и зарабилась из того хвоста жёнка Ева. Вот так всё просто, на самом деле, было, а вовсе не так, как мы с вами привыкли. Ну и, наконец, такая одна из наиболее живучих, один из наиболее живучих стереотипов, который никуда не девается с времён Средневековья, а продолжает свисти пышным цветом и сегодня, это представление о запахе чужого. Что чужого всегда можно опознать среди своих, тщательно к нему принюхавшись. И, на самом деле, это общеевропейское такое представление о том, что чужаки, и в частности, иноверцы, представители других конфессий, пахнут не так, как свои, но со времён Средневековья в Европе укореняется. И здесь, опять же, славяне и евреи по отношению друг к другу не являются исключением, потому что о том, что чужие, так сказать, пахнут иначе, знают все. Ну, например, болгары считают, что у турок особый запах, и, в частности, вот поэтому болгарские, значит, собаки бросаются на турок, как на чужаков. Но, на самом деле, такое же мне приходилось слышать и в Израиле, когда говорили, что еврейские собаки не любят орапов. Значит, на них кидаются, якобы по запаху определяют, что это орапы, а не евреи. Значит, у всех практически европейских народов существует представление о своеобразном запахе цыгана. То есть цыгане здесь оказываются тоже противопоставлены всему остальному сообществу. Ну и вот, так сказать, евреи тоже оказываются в этой же самой когорте. Якобы имеют они специфический запах, который присущ не только им, как носителям телесной оболочки, но также их одежде, их домам и вообще всему их окружению. И, как рассказывали нам в Подоле местные жители, что этот самый еврейский запах остается даже в домах долгое время чувствуется, еще после того, как там уже давным-давно евреи не живут. Поэтому, естественно, первым делом, что делается, если дом покупается, покупается бывший еврейский дом, его, конечно, надо осветить. Вот тогда, значит, там как-то вот вроде как можно уже существовать. Ничего тебя не беспокоит. Ну, на самом деле, скорее всего, такие представления взаимны. Вот, любопытным образом, мы последние несколько лет, когда вот ездили в Подоле на Буковину и общались с теми немногочисленными евреями, которые там еще жили, мы пытались выяснить у них, нет ли в еврейской среде представления о том, что гои, да, не евреи, тоже отличаются по запаху. Пока контингент хранит молчание по этому поводу, значит, никого не удалось расколоть на этот сюжет. Но судя по тому, что вот это вот зеркальное отражение культуры друг в друге существует, наверное, может быть, можно рассчитывать на поступление новой информации. Так вот, этот самый запах, если мы будем говорить о славянах и евреях, запах еврея – это такое устойчивое представление, которое вошло даже в многочисленные пословицы и поговорки. Если мы откроем, так сказать, словарь Даля, только без купюры здания, вот тот, где есть статья на слово «жид», то если мы откроем словари украинских и белорусских пословиц и поговорок, то там в огромных количествах «жидом пахнет», «жидом завсегда смердит», «воняет, як от жида», «смердит, как жид». В общем, короче говоря, список можно продолжать. Причем интересно, что, ну вот про выкрестов мы еще поговорим тогда на следующей лекции подробнее. Считается так, что вот этот вот самый запах чужого исчезает, если чужой принимает конфессию этнических, доминирующую конфессию, ну, грубо говоря, вот крестится, да, вот, или там принимает, допустим, переходит из одной христианской, да, конфессии в другую. Но удивительным образом это не всегда распространяется на евреев. Вообще считается, что еврей, крестившись, утрачивает вот этот неприятный запах, он, наоборот, сменяется благоуханием, и тогда его бывшие, значит, со-верники, да, его бывшая семья, они начинают чувствовать вот это вот самое благоухание, которое, конечно, кажется им жутким смрадом, они его выгоняют из общей семьи, из общины и так далее. Вот, но оказывается, это срабатывает не всегда, потому что есть представление, что вы кресты, несмотря на то, что они приняли христианство, и вроде теперь могут рассчитывать на весь комплекс, так сказать, ну, благ, да, которые предоставляются по определению представителей христианской религии, а нет, вот этот запах все равно остается. И даже когда он приходит, вроде, ну, крещенный христианин опять, так сказать, в компанию других христиан, они его сторонятся, потому что они чувствуют, что что-то с ним не то. Вот такие тонкости фольклорного обоняния существуют. Ну, по данным наших экспедиций в Полесье и Подоле, констатируем с удовлетворением собирателей суеверий о том, что вот это суеверие, оно живо и остается наиболее, так сказать, живучим стереотипом до сих пор. Вот, значит, из Полесья одна такая легенда, которая объясняет появление еврейского запаха. Откуда, так сказать, не просто же так все случилось. Як колысь евреи булы и познавали их по запаху, жить смердить, то познавали их потому, як Моисей выводив евреи из Египта, вон и стали роптаты на Моисея. Ну, понятно, проголодались, да, и кричали, хотим есть там, и так далее. А Бог им посылал манну и птицы-каропатки, али сказав, ешьте, а в запас не берите. То есть, как бы, то, что послано, съешьте, завтра будет еще. Но евреи не поверили. Они решили, что, а вдруг не будет завтра, и набрали в запас, значит. И вот этот вот самый запас переночевал, пища испортилась, но они все равно были такие жадные, что они решили, ну, не пропадать же добру, и съели эту самую испорченную пищу. И с тех пор, вот, как бы, появился этот самый запах, который, опять же, передается через поколения, как вот те самые разные внешние отметины, о которых мы уже говорили. Таким образом, вот, значит, библейский исход является, как таким источником, да, вот происхождения этого качества. И такие легенды, на самом деле, не только в Полесье, это и на Украине, в Галиции, и в Польше варианты фиксируются. То есть, это достаточно широко распространенный такой текст. Но, поскольку, значит, жизнь не стоит на месте, то, помимо вот таких вот стандартных сюжетов, нам удалось записать еще и, так сказать, новшество. Это запись 2005 года из Прикарпатья. Молодой информант 1969 года, знающий традицию, он уже, конечно, никаких евреев в этом самом местечке Куты, где дело происходило, не застал. То, что, ну, у него дед жил до 90 с лишним лет, и вот, собственно, от деда вот он это, как бы, набирался вот этой самой этнографической мудрости, плюс свои какие-то впечатления. У него все это в голове перемешалось, и он выдает такой текст, который, ну, на мой взгляд, тоже является фактом фольклора, вот данной, так сказать, традицией данного местечка. Согласно тому, что он нам рассказал, евреи генетически, как бы, обладают неприятным запахом в силу своего происхождения. Евреи, они, у них пот свой такой, ну, вонючий, от кочевников еще. Еврей, он вонючий. У них так в генах заложено, что они же евреи, от кочевников походят по истории. Это так уже в генах заложено. Он хоть моется, а все равно полдня походит, от него запах такой специфический идет. Но у них это в крови заложено. То есть вот, пожалуйста, вам, то ли он Гумилева почитал, значит, о всяких, так сказать, народах, то ли он где-то что-то слышал вот о древних, значит, переселениях, вот этих вот этнических процессах и так далее. Но вот у него это привязалось к такому древнему мифологическому представлению о запахе чужого. Значит, что касается, вот я сказала, что этот запах, он распространяется не только на дома, там, и одежду, да, но и на окружающие предметы. Потому что имеется в виду, наверное, что, ну вот, еврей, он живет в своем мире, в котором есть свои, в том числе и природные объекты, которые считаются еврейскими. И в частности, вот таким еврейским объектом в Полесье считается птичка удот, которая считается еврейской птицей, называется еврейская зозуля, то есть еврейская кукушка, вот, точно так же, как куропатка, которую вот якобы очень любят употреблять в пищу еврей со времен исхода, называется еврейская курица. Так вот, этот самый еврейский удот, в смысле, еврейская зозуля, она считается, что она еврейская, потому что неприятный запах. Ну, действительно, птичка специфическая, это ее, так сказать, биологическая природа, от нее действительно исходит такой, в общем, довольно смрадный аромат. Так вот, считается, что почему? Потому что она, на самом деле, по существу своему еврей, потому что она не кукует нормально, как куку, как нормальная кукушка, а кричит ют-ют-ют или вуд-вуд-вуд-вуд или вуз-вуз-вуз, и вообще говорит по-еврейски, потому что все знают, что вуз по-жидивски шчо. Вот вам, значит, знакомство с языком видишь хотя бы на таком, так сказать, уровне. Поэтому, значит, вот, пожалуйста, есть такая вот еврейская кукушка, которая тоже все признаки еврея на себе несет. Что касается еврейского запаха, то вообще запаха чужого, выяснилось, что он не имеет никакого отношения к представлениям о чистоте, о чистоплотности или нечистоплотности физической. Потому что вообще в народной культуре чистота – это явление, опять же, не столько физическое, сколько такое морально оценочное. И вот представление о чистых и нечистых местах, чистом и нечистом времени, чистых и нечистых объектах, они в народной культуре занимают очень важное место. Так вот, при разговоре о этой самой, на эту тему, разговор принял такой оборот, что во время него рассказчица, с которой я беседовала, она вдруг как-то так задумалась и говорит, а вот их семья до войны жила, у них хаты стояли рядом. Это была деревня, где село, где жили удивительное общество сельских евреев. О нем я тогда на следующем лекции скажу подробнее. В общем, короче говоря, хаты стояли стена к стене. Еврейская хата и хата этих крестьян-полешуков. И вот она с некоторым удивлением вдруг поделилась своим таким этнографическим бытовым наблюдением, что эти соседи-евреи, они жили зажиточные, очень чисто. У них было много одежды, они, значит, одевались не в домотканное, как, так сказать, соседи-полешуки не ходили, там, в лаптях, ходили у тухликах, в туфельках, вот, в тапочках. И дома у них было, в общем-то, и посуды много, и мусор не валялся. Значит, вот такие чистые евреи. Но в том же селе жила семья цыган. И вот эти цыгане были жутко грязные. То есть у них там вообще, короче говоря, кошмар с ужасом был. И вот она говорит, цыгане, вон и такие бывают грязные, а не пахнили в них ничем, а евреи чисто ходили, одежи много было. А вот запах, почему так? Задает она сама себе вопрос. Как будто она впервые, ну, может быть, я не знаю, поскольку была такая тема для разговора, она вдруг сама задумалась. Но здесь главное правило собирателей ни в коем случае не подсказывать ничего информанту, чтобы не ломать традицию. И, в общем-то, этот вопрос остался для нее как бы без ответа. Я не стала тут, так сказать, ничего просвещать местное население. Но на самом деле здесь довольно четкая, в общем, понятная ситуация, довольно ясная. Дело в том, что местные цыгане, вот эти самые заморашки, они были крещеные. Они были к цыгане-христиане, они ходили или ходили в местную церковь. Ну, в общем, вот такие вот оседлые цыгане, которые единоверцы, да? Поэтому от них не пахнет ничем. А евреи, несмотря на большое количество одежды, посуды, там, более-менее просторную хату и так далее, иноверцы. Вот запах чужой веры здесь. И ничего здесь с этим не сделаешь, даже если он будет там мыться по 10 раз на день. С чем этот запах идентифицируется? Всегда было интересно узнать, ну а чем все-таки, а как вы определяете, а чем пахнет? А это все не так просто. На самом деле, чаще всего информант шел в отказ, говорил, что просто вот они знают, какой запах. Вот не так просто, говорят, что он там чесноком воняет, например, или там луком смердит. Нет, это было бы слишком просто. Чаще всего вот говорят, что вот, ну, такой вот запах какой-то вот, ну, как, самое колоритное было свидетельство, ну, как от скотины запах. То есть вот, пожалуйста, да, опять на одну, как бы, на один уровень ставятся и иноверцы, и животные. Ну, есть, конечно, и конкретные такие вещи, но я считаю, что они более поздние, все-таки это уже такое вот стремление, ну, как-то уже самого информата, если его спрашивают, ну, неудобно не ответить, они начинают конкретизировать, что вот в Польше, например, евреи воняли козлом, там, или заходишь к ним в дом, а у них как будто какая-то курица сдохла, или что, значит, этот запах падали. Или там лук-чеснок, от него цигулькой чесноком пахнет, он из жидов, это, да, это самое неоккупированное издание. То же самое у белорусов, то же самое у украинцев, причем, значит, исследователи еврейской культуры, восточноевропейской, считают, что вот этот вот чесночный запах евреев есть, конечно, абсолютно мифологема, что на самом деле это вот какой-то образ такой возникший в массовом сознании, что на самом деле по правде евреи не употребляли такого количества чеснока, чтобы можно было однозначно этот запах приписать. И считается, что это книжно-апокрифического происхождения такой мотив, который вот мог проникнуть в народную культуру из культуры книжной. Ну и, как я уже сказала, вот это представление о еврейском запахе парадоксальным образом сочетается с представлениями о том, что в домах у евреев было гораздо чище, чем в хатах местных жителей. Но вообще, на самом деле, вот те самые еврейские дома, которые до сих пор в местечках стоят, они архитектурно, в общем-то, отличаются от местных славянских домов и размером, и планировкой. И это как-то местному славянскому населению не очень нравится, это неудобно, вот как-то вот, когда там, например, входишь в дом, оказываешься в коридоре в узком, который идет сквозь дом, а направо и налево комната, а на то еще двери как-то под углом расположены. Это все обычно, если, так сказать, славяне переселяются в еврейский дом, это все безжалостно, внутренняя планировка уничтожается и устраивается традиционно. Вошел в сене, потом, значит, уже жилое помещение. Так вот, да, и по сравнению, значит, по объему еврейские дома гораздо больше, чем эти самые хаты, но тем не менее, иначе как жидовскими холубками эти дома никто не называет. То есть, как бы, при объективном, так сказать, просторе, да, и, как бы, такой вот, ну, я не знаю, архитектуре вполне более приспособленной для жизни, вот нет, для них это холубки. Вот, но тем не менее, значит, вот, да, они все признают объективно, что было чище, чем в хатах местных жителей, а все равно этот самый запах какой-то был. И для посуды они, вроде как, посуду в шкафчике хранили, а не так, как у нас там стоит все, где-то там, в лучшем случае, на какой-то полке там все подряд. У них так не было, чтобы все валялось. У них были закрытые шкафы и педстеклом, и там посуда у них, душа, чистота была. Любили чисто жить. Но, вот, при этом, значит, это запись 2001 года наша. А вот, если мы обратимся к материалам корреспондентов Русского географического общества из Ровенского уезда, 1854 год. Значит, корреспондент отмечает несоответствие внешнего вида еврейского жилища и его интерьера. У евреев дома высокие, светлые, с большими окнами, но внутри полны сметья, вони и нерадения. На самом деле, это, как бы, стереотип такой, в общем, ну, может, никто из этих корреспондентов и не заглядывал никогда в еврейский дом. Но вот у них такая вот модель, да, в голове сидит, и она, в общем-то, продолжает бытовать и сейчас, когда...